Все, ешь с пола теперь. У меня нет ничего. Нету. Да нет у нее ничего. Нету. Еще ругается, говорит, где мой блин. Смотрите, какая хозяюшка ко мне приехала. Приехала, привезла муку, сахар, сковородку и готовит блины. Говорит, масленице надо блины. Мне было лень, а вот она мне все привезла. Венчик только не привезла. Мучиться с венчиком. Еще вишню в кастрюлю и поварюшка твоя. Это второй блин. Первый мы уже попробовали, поняли, что мало сахара. Вот это второй блин будет, он пойдет помыть. Потому что там мало сахара. Она нам добавляет сахар. Представляете, какая хозяюшка? Мало того, что готовит, еще и сама все привезла. Даша сковородка. Фум, ты ждешь? Фум ждет, пока Наташа, блин, приготовится. Сейчас будет есть. Да он как раз без масла. Можно ему сметанку добавить, хотя чуть-чуть и можно. А что, уже готов? Блин, уже готов. Он же быстро на этих сковородках. А почему я говорю, что он здесь плоский лучше, чем чугунный? Он нравится, по-моему, получше. Там осталось, он очень горячий. Не, 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 так сказать. Пум. Ты хочешь попробовать свой первый блин в жизни? Пусть он будет не комом. Он ровненький тоже. Какую вкусняху Наташи на масленицу готовит на нас. Ну, Пума тоже масленица. Пум, у тебя масленица? Пум-пум. Только он смотрит, не понял. Ну, и чего вы все от меня хотите? Сейчас, какой красивый у тебя, блин, уже наблизывается. Он уже в предвкушении. Ну, встанешь? Иди, Наташа. Да, Наташа тебе даст. Подожди, он еще ударяйся. Пум. Пум. Не меня, блин. Сами ешьте наслаждение, да? Супер на конкурсе. Тебе понравился блинчик. Пум, у тебя масленица. Мне кажется, он просто еще не отходил. Ладно, чуть-чуть можно, блин, а Пуме даже попробовать. Но все равно его не ест, он просто грызет. Пум. Так, подожди. Подожди, там сейчас Наташа, чтоб наши блины нормально подготовила. Пум пошел промокать, говорит, давай, давай. Че ты, говорит, мне там давала? Мы сейчас не так обмакиваются? Вкуснят? Тебе просто откусывать нравится. Тебе процесс нравится? Нет, говорит, что ты говоришь, сегодня слишком чисто дома. Как тебе блинчик? Он остыл. Хоть кусочек. Она не понимает, что делать здесь. О, смотри, съел, подобрал. Подобрал? Да. На, я тебя развернула. Пум. Почему, как аккуратно-то, да? Не мои пальцы, а блинчики. Да, блинчик вообще, ну, конечно, воспитанный мальчик че-то. На него она аккуратненько берет. Ты меня помыть дождь, потому что грязная стала. Сейчас, подожди. Хвостик там ходуном у кого-то ходит, а? У кого там хвостик все пытается, как будто он нюхает хвостиком. Давай, да. Смотри, ест. Прикол? Ест? Да. Ну, он все нормально накидал, а как бы я дальше сам без вас справлюсь. Пум. Пум. Спасибо. Он делится просто, ты не по нему. Ты съел. Интересно. Интересно. Пум. Правильно, с гостями надо делиться. Воспитанный мальчик. Вот, кстати, интересно мы тут заметили. То есть кто-то приходит вообще, то есть он не выходит. А вот Наташа приехала со своим другом, он нормально вышел, ничего не боится. Мужик-мужик, без разницы, ему вышел. Интересно он выбирает, по какому интересному принципу. Это вкусненько по-моему. Может он по запаху как-то? Ну, может быть. Котами пахнут норм, да? Да. Что-то привычное. Это пальцы мои уже. Все, ты там поешь. Кажет, неуклюжий Пум, прям с пола ест. Хищник с пола ест, ужас какой-то. Не из миски. О, он на полу остыл. Да ладно, ладно, на. Нет, на тебе надо, ладно, на. Да, сейчас. Ну хватит разбрасывать по всей кухне. Он шинкует, а потом с пола подбирает. Мисс, кстати, он ест. Нет. Он ищет самый вкусный кусочек. Да куда ты, стопа так? Панель. Ну ладно, пусть с пола съест, он может так реально не привычит. Слушай, просто игрушка эта просто, да? Он не будет. Не знаю, ему что прикалывать. Ты все съел. Да ты все съел, по-моему. Ну как минимум ты разбросал все по кухне, теперь ешь. Ну а теперь ест. Он реально ест сейчас? Ну да. Пума. Ладно, один блинчик в год можно, ничего страшного. Да, Пума? Пума масленица. Круто. Пусечка, ты приличный кот. Ты будешь с пола подбирать блины после Пумы? Мясо нет? Не канает? Не то? Ой, пусть, не выпендривайся. Даже мясо-то съесть не можешь, там кусочек маленьких фарша. А тут за блины взялся, не разжуешь. Кун. Куняш. Кун. Это сковородка дерьмала. Вот смотри, так у Наташи. Говорит, там что-то готовится. Ну бина, да нет? С жирными руками. Кота. Ну потом сама же будешь мыть. Всё, можешь трогать. Не стесняйся. Спасибо. Я очень люблю. Пусечка. Сладкий кот. Сладкий красивый кот. Ой, Наташу любят, да. Наташенька любимая пришла. Помыть тебе когти, постричь. Ну единственный кот, который это любит. Да, такой тун-тун-тун-тун. Ой, хвостом потрогает. На, смотри, как обрадовался. Прям вообще хвостом завилял. Хоть обтирается об тебя. Какая радость там. Я же бы ничего хорошего не делала. Просто. За то, что ты есть. Да. Смотри, прям на тебя всё уже. Раз, хвостинка. Просто у меня еда. Да не, эта еда его мало интересует. Ну да. Он вообще не пищевик. Не полудила дофига. Кот. Кун приревновал. Кун. Да, потягушки. Ну ладно, я всё равно тебя мыть буду. Кстати, пусть этот как-то тут особо не... Он вообще чист. Да, он чист, он не жирнится почему-то. В какой там стране королей использовали котов, или вытягивание рук? Что там, блядь. Да, каких-то ангур. У него как-то сейчас особо не грязнится. Укунов, да, он там с вами становится. А у него что-то вообще нет. Мы будем королями. Мы будем вытирать руки. Главное имя яйдеря. То есть сейчас ты, не помыв руки, пойдёшь дальше готовить блины? Подожди, я ещё и накормила пумой, и не помыла руки. Ужас какой.